Добрый день, дорогие участники онлайн-школы Санкт-Петербургского университета! Мы с вами приступаем к новому занятию, и оно будет у нас состоять из двух частей сегодня. Одну тему мы очень кратко с вами проговорим, а на другой остановимся в достаточно подробном варианте, достаточно подробном формате. Вот мы с вами в прошлый раз разговаривали про Англию, Францию, Испанию, государства, которые смогли стать централизованными, и это, конечно, сказалось достаточно серьезно на их развитии. Сегодня основная часть занятий у нас будет опять посвящена Франции и Англии, обоим государствам, потому что они как раз будут воевать, и они вступят в Столетнюю войну. Столетняя война – это условное название, причем оно появилось уже в XIX веке, и на самом деле война продолжалась в целом 116 лет, и это была целая череда таких военных конфликтов, которые мы можем объединить в единый процесс. Но начнем мы с тех государств, которые на самом деле стать централизованными все-таки в этот период не смогли, и это тоже сказалось достаточно серьезно на их последующем развитии. Вот давайте с вами отметим, а какие положительные моменты в целом в этом процессе централизации вы можете отметить. Вот о чем вы можете сказать. Извините, что попозже начинаем сегодня с вами занятия, возникли небольшие сложности, позанимаемся до без пяти минут. Вот, пожалуйста, ответьте на вопрос, который я только что задал, или вы пока не подключились. Вообще скажите, меня видно, слышно, все ли в порядке с связью? Более выгодная торговля – хорошо. А какая торговля – внутренняя или внешняя? Отсутствие конфликтов между феодалами тоже правильно, да. То есть они все теперь подчинены центральной власти, они все подчинены монарху. И таким образом количество военных конфликтов и в целом количество споров между аристократами уменьшается. Правильно, внутренняя торговля усиливается, потому что отменяются пошлины внутри аристократов. А раньше каждая земля необходимо было выплачивать пошлину, то есть налог за пересечение границы. Правильно, еще что-нибудь можем с вами отметить? Еще бы пару моментов на самом деле отметил. Это более спокойная внутренняя ситуация и централизация управления. То есть крестьяне… Ага, все, спасибо большое, что объяснили. А то у меня и на первом занятии было очень мало учащихся. И я удивлялся, почему такая ситуация складывается ясно. У вас какой-то перенос по дням. Спасибо, что сообщили. Жалко, что иногда такие вот накладки происходят. Итак, смотрите, какая ситуация. Более защищенные границы, то есть правильно формируются такие вот уже армии профессиональные. И да, 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 правильно, абсолютно правильно, Алиса, вы молодец, хорошо отвечаете на этот вопрос. Вопрос очень… Смотрите, еще что стоит отметить, что крестьяне перестают страдать от конфликтов феодалов многочисленных, и у них могут спокойно, в более спокойном режиме заниматься сельскохозяйственной деятельностью. И тоже понимают, по крайней мере, кому они и в каком объеме подчиняются. Это тоже достаточно важный фактор. Но был ряд государств, которые так и не смогли прийти к этому объединению по различным причинам. Вот как процесс централизации шел по различным механизмам, по большому счету. Здравствуйте все. Да, я рад, что всем, кто подключился. Жаль, что не все смогли это сделать. Но я надеюсь, что они потом смогут посмотреть это занятие в записи. Вот одним из таких государств была Италия, другим таким государством была как раз Германия. И вы видите количество вот этого калейдосков, вот это разноцветится на территории Германии. Это то, какое количество государств. В какой-то момент на территории современной Германии. Тогда Германия называлась Священной Римской империей. Это название сохранится до начала 19 века. Да, настолько много. И будет в какой-то момент порядка 300 даже, например, государств на территории Священной Римской империи. Вдумайтесь в эту цифру. Вот это небольшое пространство. То есть, как так получилось? А это именно ситуация, когда феодалы достаточно сильны, а центральная власть не обладает должной силой. И постепенно вот каждая земля в Германии начинает набирать силу. И отдельный город фактически становится отдельным самостоятельным государством. Вот еще при Генрихе III относительное единство сохраняется, а потом все слабее, слабее и слабее становится Германия. В частности, вот пример борьбы за инвеституру и ворумский конкордат. Это конфликт Генриха V и Калликста II. Очень серьезный конфликт. Когда в конечном счете Генрих V пытался поставить местных кардиналов, местный епископат под свой контроль. Но Калликст II отказался в этом, отказался это делать и готов был отлучить Генриха V. Генрих V вынужден был вымаливать прощение. В конечном счете, в рамках ворумского конкордата они пришли к определенному компромиссу. Но императорская власть Священной Римской империи все же утратила некоторые свои позиции. Единственное, чего удалось добиться, это когда есть несколько претендентов на занятия той или иной кафедры епископа, то голос светской власти становился решающим. Но как вы догадываетесь, нет, то есть речь идет о том, что они набирают одинаковое количество голосов. И вот в рамках этой системы как раз получается уже действительно тогда светская власть решает. Во всех остальных случаях решает церковная власть. Кроме того, извините, пожалуйста, почему так получилось? Вот отвечая теперь на ваш вопрос, то здесь необходимо отметить, как проходил процесс централизации в Англии и Франции. Давайте с вами вспомним. Здесь же мы говорим о наличии действительно сильных крупных феодалов и о том, что средние и мелкие феодалы достаточно слабы. У них нет большого количества сил. В связи с этим растет влияние князей, а не императора. То есть во многом сказывается этот как раз социальный фактор. И княжеские усобицы в каждой из земель и в различных землях приводят к усилению как раз уже раздробленности. И второй очень значимый фактор, если во Франции и даже тем более в Англии были очень заинтересованы во внешней торговле, то в Германии, в Священной Римской империи больше заинтересованы во внешней торговле. Вот германские и северные города, в какой союз очень крупный торговый союз вступили? Можно сказать первую такую международную торговую компанию. Как этот союз назывался, кто знает? Кто может мне сказать? Что за крупный торговый союз мог, из-за которого немецкие и северные города были больше заинтересованы в развитии внешней торговли, чем во внутренней торговле? Кстати, некоторые русские города входили в этот союз. Например, Новгород входил в этот союз. Гонзейский союз. Запомните эту формулировку. Гонзейский союз. Гонзейский союз. Очень крупное, действительно, торговое объединение Священной Римской империи. Священной Римской империи. Вот северные города Германии как раз в него входят. А так вот из славянских городов. Например, Новгород входил в этот союз. И когда мы говорим про императорскую власть, конечно, мы должны отметить государей из династии Штауфенов. Это те государи, при которых какой-то объем единства, ну и значительный объем единства еще сохранялся. В частности, мы можем сказать о Фридрихе Первом Барбаросса. Кстати, кто знает, как переводится Барбаросса? Это итальянское прозвище, если что. Нет. Вот, я бы сосредоточил ваше внимание на слове Барб. Барб. Правильно. Рыжая борода, рыжебородый. Барб, соответственно, борода. Да, вот, барбершопы же есть сегодня. Вот это как раз по стрижке бороды, усов, места. Вот Барбаросса, а Росса, соответственно, это рыжий. Человек, который прославил себя участием и в крестовых походах, и в том числе попытками вторгнуться в Северную Италию и создать там собственный домен. Но все это, конечно, все-таки не до конца ему удалось. Но, по крайней мере, он действительно пытался сделать империю более такой богатой, более могущественной. Кроме того, он активно привлекал и юристов, которые должны были доказать, что он обладает правами на территорию Северной Италии. На Северной Италии. Надо сказать, что он представлял себя как продолжателя. Да, он был императором. Император Фридрих Барбаросса. Он представлял себя как такой своего рода продолжатель империи Августа и Константина. И так воспринимался многими в Европе. Август, конечно, Октавиан Август имеется в виду. Римский император. Римский император. Кроме того, он шесть раз отправлялся в Италию с целью достичь все-таки своей цели. Но у него все-таки добиться этого не удалось. И в 1176 году его войско потерпело поражение от ломбардских городов, которых поддерживал римский папа. И после этого он вынужден был заключить уже мирный договор. Итальянская политика получит развитие при его сыне, при его сыне Генрихе VI, который был еще параллельно, кроме того, что императором Священной Римской империи, волею судеб он стал наследником Сицилийского королевства и смог подтвердить свои права на южно-итальянскую корону. Ну и в Палермо в 1994 году проходит такая очень пышная церемония его коронации. Кстати, это стало возможно в том числе благодаря тому, что именно Генрих VI принимал участие в освобождении Ричарда Львиное Сердце из заключения на Сицилии, из заключения, где тот находился. Конечно, Генрих VI очень большими такими планами обладал, но реализовать он их не успеет. Например, он даже мечтал покорить Византию. И, наконец, следующий правитель находился под опекой сначала Иннокентия III, находился под опекой римского папы Иннокентия III. То есть мы можем говорить об определенном таком вот, не то что периоде междуцарствиями, но промежуточном этапе, который попытался, например, Иннокентий III и своего представителя выдвинуть на престол. Но в конечном счете императором станет Фридрих II из рода Штауфенов. Он был ставленником римской церкви, но он проводил исключительно жесткую политику в отношении церкви и достаточно серьезные были конфликты с римской церковью. Но и его внезапно застала смерть в разгар различных таких вот перипетий, в разгар борьбы. И после этого наступает период междуцарствия, который, конечно же, приводит к тому, что уже теряют императоры Священной Римской империи. Да, мечтать не вредно, вы в этом плане правы, теряют свою власть. И активно участвовали все императоры из рода Штауфенов в освобождении гроба Господня от арабов, точнее, не от арабов, а от тюрок-сельджуков. Но у них это, как мы с вами знаем по прошлому занятиям, в конечном счете не получилось. И с 1954 года начинается как раз уже период междуцарствия, не было общепризнанного короля. В 1273 году князья Германии избирают Рудольфа I, который был представителем скромного швабского рода графов Габсбургов. Естественно, что такого рода король не мог укрепить серьезно свои позиции, не мог надолго действительно так вот жестко контролировать ситуацию. После этого Германия, конечно, становится все более и более раздробленной. Здесь стоит отметить еще один интересный, безусловно, момент, что вот на тот момент род Габсбургов был достаточно таким скромным. Постепенно они будут набирать силу и станут императорами в каком государстве Габсбурге в конечном счете? Кто знает, где будут править Габсбурги? Австрия. И они будут австрийскими императорами до конца 19 века, до начала 20 века. Как так получилось? Дело в том, что Рудольф I проведет удачные боевые действия. Вот Гонзейский союз, как раз вы его видите. Я помнил, что у меня был такой слайд, недалеко, к сожалению, его достаточно поместил. Дело в том, что они будут воевать с Чехией, будут воевать с Чехией достаточно активно. И отвоюют у Чехии территории, которые потом станут таким вот центром земель Габсбургского дома. И это со временем превратится уже в австрийское герцогство, а потом и в самостоятельное австрийское государство. Ну а так, что Скандинавия? Поясните идею про Скандинавию. Австрия как раз южнее Германии будет, естественно, находиться и до сих пор находится. И произойдет отделение Австрии, отделение Баварии как раз вот в этот период, но еще даже при Штауфенах. Итак, продолжаем. А если мы говорим про Гонзейский союз, то да, это такое вот скандинавское торговое объединение. Ближе уже, вот вы видите, как оно идет по территории Прибалтики, захватывает города Северной Германии. Вот они все были заинтересованы как раз в большей степени в международной торговле. Ну и со второй половины, и затем уже в 13-14 веках власть императора будет все более и более слабой становиться. Все более и более слабой. Ну и наконец, вот в конце 15 века появится такой орган как Рейхстаг. Так, и Италия, Италия, которая была средоточием на самом деле богатых городов, которые в основном занимались торговлей. И здесь мы должны выделить, конечно, два города. Два города – это какие города в первую очередь? Какие два города в Италии известны своим богатством были в средние века? Очень много про них говорили, и фильмы про них снимаются, и книги про них пишутся. И даже будут говорить, что в 15 веке именно в этих итальянских городах произойдет зарождение капиталистических отношений. Не Венеция, и какой город второй? Нет, не Флоренция. Нет, не Рим. Нет, не Милан. Он отмечен, естественно, на этой карте. Нет, не Неаполь, не Сицилия. Ну, продолжайте варианты. То есть, городов-то ограниченное количество на самом деле. Генуя. Конечно же, Генуя. Конечно же, Генуя. Вот Венеция и Генуя – это два торговых государства. Как вы видите, они оба находятся на побережье, и поэтому они обладали достаточно мощным флотом и вели активную международную торговлю. Кроме того, расцвету Италии… Гамбург – это северный немецкий город. Рассвету Италии очень сильно способствовали, например, и крестовые походы, потому что богатство крестоносцы свозили как раз, которые они награбили во время крестовых походов, как раз на территорию Италии. Это делает города Италии богатыми, а богатство приводит к большей степени независимости. Поэтому вот в Италии были свои причины, свои причины для раздробленности, и там все шло по образованию городских республик. Действительно, на начальном этапе появляется активное движение коммун, итальянских коммун, которые вырастают в мини-республики на уровне городов. Ну и вот мы можем с вами, например, да, и во многих итальянских городах две ветви боролись за власть – это гвельфы и гиббелины. Вот сторонники гвельфы были сторонниками римского папы, в основном купцами им были выгодны крестовые походы. И, как пример, это как раз регион Венеции, то есть торговая республика. И сторонниками короля были гиббелины, которые опирались на дворян, то есть на тот слой, который традиционно поддерживает римского папу. И вот скажи, не римского папу, а императора, извините, оговорился. И вот возникает такой вопрос. Вот если мы вспомним с вами московский Кремль, кто в Москве был вообще из вас? Кто-нибудь был, напишите. О, замечательно. Кто-то был в Москве. Тогда вот тем, кто был в Москве, вопрос. Вот Кремль. Скажите, пожалуйста, вы видите, как идет замковое строительство у гвельфов и как замковое строительство у гиббелинов? Вот какой вариант был у московского Кремля на замке? Какое на Кремле? Вот поверху какой идет? Какая символика идет? Ровненькие такие или вот буковкой М? Буковкой П или буковкой М? Ну, всем М. Правильно, буковкой М. На самом деле это не случайно. Дело в том, что строительством Кремля занимались итальянские архитекторы, итальянские строители. И когда они стали думать о, собственно, какой вот, как верхнюю часть оформлять, они подумали, что, естественно, что великий князь или царь московский, он явно не будет сторонником, будучи православным римского папы. И поэтому они, естественно, буковкой М сделали. Вот вы видите сейчас. Ну, а всем, кто не был в Москве, не был в Петербурге, я искренне желаю все-таки наши города посетить. Но с 15 века ситуация меняется, потому что отдельные семьи становятся очень богатыми, и они захватывают в итальянских городах власть. И республика сменяется на тиранию. Республика сменяется на тиранию. И вот одним из таких примеров это правление Медичи крупной семьи банкиров и купцов на территории Флоренции. При этом они, конечно, совершали большое количество злодея, ничего уж тут греха таит, но в то же время порой заботились о бедных, раздавали деньги беднякам, вели активное строительство, что давало повод, что давало возможность простым людям заработать. Так что вот здесь как раз усиление местной власти приводило, как вы видите, по разным причинам. Но, кстати, в обоих случаях торговля играет в одном ведущую роль, в другом, я бы сказал, такую вспомогательную роль. В обоих случаях действительно государства останутся раздробленными до середины 19 века. Германия объединится уже в 1870-71 годах. Ну и теперь вторая тема, которую я хотел сделать сегодня основной. Но что-то с основной у меня, как обычно, темой возникли некоторые объективные сложности. И мы начинаем с вами новую тему, это столетняя война, столетняя война. В целом, когда мы говорим о причинах столетней войны, я уже сказал, что это на самом деле не одна битва. Это целая череда военных конфликтов, целая череда военных конфликтов. И у нас есть, как обычно это бывает с войнами, у нас есть причины для войны. То есть, те неразрешимые глубинные противоречия, которые существуют между Францией и Англией. И, с другой стороны, надо найти повод для этой войны. Повод для этой войны. Дело в том, что поводом, конечно же, что вполне логично, становятся династические противоречия. Как вы знаете, они часто выступают основанием для того, чтобы претендовать на престол, для того, чтобы оспорить чьи-то права на престол. И вы помните, как и не имея на то никаких оснований, например, Вильгельм, завоеватель в Англии, претендовал на престол, но и в конечном счете своего добился, став основоположником новой династии. И вот эти вот династические противоречия сказались и в ситуации с Францией, потому что в 1314 году скончался Филипп IV Красивый. Через 15 лет скончались три его сына последовательно, один за другим. И таким образом династия, которая была во Франции, династия Капитингов, прервалась. Что дает, естественно, повод англичанам предъявить свои права на престол. У них действительно были пересечения по женской линии, но французская знать, конечно, английского короля не хочет, потому что с Англией и Францией уже сложилась система противостояния, борьба определенная идет. И поэтому они находят повод, ссылаясь на солическую правду, отказать Эдуарду английскому королю в правах на престол и избирают новую династию, династию Валуа под именем Филиппа VI. Ну а давайте с вами подумаем, какие были причины для войны Англии и Франции. Вот мы в прошлые разы уже обсуждали Англию и Францию, и давайте поговорим о причинах возможных. Спасибо. Кто мне может сказать? Кто мне может назвать какие-нибудь варианты? Давайте, давайте. Мы же много обсуждали и Англию, и Францию. Давайте, я жду ваши варианты. Территориальные споры между Англией и Францией. В частности, Англия хочет вернуть те земли, которые она утратила на территории Франции, а Франция хочет вытеснить окончательно англичан с материка. Правильно. Еще какие причины? Борьба за престол – это повод к войне. Повод к войне. Повод – это то, что явилось непосредственным основанием для ведения боевых действий. А вот причины войны – это более глубокие споры. Ну ладно, основную причину вы на самом деле назвали экономические причины. То есть, в данном случае, Франция претендует на часть доходов Фландрии, которые производили сукно и которая была тесно связана с Англией, откуда она получала шерсть. Ну и политические причины. Англия хочет расширить территорию, в том числе с образованием такого универсального государства, которое будет включать разные народы. А Франция хочет решить проблему существования себя как такого самостоятельного государства. То есть, мы можем говорить об определенном формировании национального сознания, национального сознания, что в Англии, что во Франции. И в ходе Столетней войны вот это вот национальное сознание и формирование наций окончательно как раз у нас и произойдет. Что из себя представляли армии Англии и Франции накануне Столетней войны? Французское войско состояло из рыцарских отрядов, которые действовали самостоятельно. И, кроме того, была наемная армия из чужеземных наемников. У Англии было объединенное войско во главе с королем, которое было национальным по своему составу, то есть рыцари и английская пехота из крестьян. Кроме того, одним из сильных оружий Англии были их лучники. И вот, наконец, строгая дисциплина, строгая дисциплина, которая царила в английском войске. Кстати, когда мы говорим про лучников, то сразу хотелось бы забавный эпизод достаточно рассказать. Вот скажите, мы все знаем знак Виктори с вами, да, вот. Но, кроме того, у англичан есть и другой вариант. То есть, вот оба варианта они используют. Один вариант в качестве знака победы, а другой вариант в качестве знака оскорбления. Кто-нибудь знает, откуда появился вот этот вот оскорбительный жест? Почему он сформировался? Это связано с лучниками как раз очень сильно. Где-нибудь здесь картинка какая-нибудь. Ну, была картинка с лучниками. Нет. А, ну, ее придумали лучники. Действительно, это правда. Ее придумали лучники. Это правда, да. Смотрите, когда французы брали англичан, английских лучников в плен, то для того, чтобы лишить их возможности продолжать боевые действия, они им отрубали два пальца. Отрубали два пальца. Те, которыми натягивается тетива как раз на луке. И, когда англичане побеждали французов, то лучники показывали французам вот эти пальцы, показывая, что у них все пальцы целы, то есть, что они победили. То есть, вот таким образом этот жест и стал носить такой оскорбительный характер. Оскорбительный характер. Кроме того, у каждой из стран были свои союзники. Союзники Англии – это горожане Фландрии, Испания, Священная Римская империя. У Франции сторонником является римский папа Кастилия. То есть, вы видите, например, что на территории Испании Арагон поддерживает Англию, а Кастилия поддерживает Францию. Ну и, конечно, еще одним из союзников Франции будут шотландцы. И вот мы с вами видим, на самом деле, четыре этапа, которые, по сути, и представляют из себя четыре такие вот момента столкновений и таких серий столкновений. То есть, можете зафиксировать, что первый этап – это Эдвардианская война, Эдвардианская война. Второй этап – это Каролинкская война. Третий этап – Ланкастерская война. И, наконец, завершающий этап, его так и называют – завершающий этап. То есть, это четвертый этап Столетней войны. Столетней войны. А так, с чего же все начинается? А начинается все с морского сражения при Слейсе, в ходе которого англичане побеждают. В ходе которого англичане побеждают французский флот. И после этого у них появляется возможность высадиться на территории уже Франции. Высадиться на территории Франции. Одну секунду. И после этого в 1346 году происходит сражение уже при Кресси. И сражение при Кресси в Пикардии. Это одно из самых известных сражений Средневековья. И после победы англичане смогли взять город Кале. Это важный порт на севере Франции, куда экспортировалась шерсть из Англии. Надо сказать, что взяли его в 1347 году. 12 месяцев жители обороняли город, обороняли порт Кале, но в конечном все-таки все же потерпели поражение. Надо сказать, что после этого боевые действия для англичан развивались в целом успешно. Хотя один бой они проиграли. Это так называемый бой 30. Это бой 30 англичан и бой 30 французских рыцарей. Фактически это такой своего рода был рыцарский турнир. Одно из самых прославленных сражений Средневековья, как такой образец чести, благородства. Правда, закончилось это сражение поражением англичан. И причем из-за как раз неблагородного деяния французского оруженосца, который сел на коня, зашел в тыл англичанам и опрокинул восьмерых англичан. Там действительно по 30 человек с каждой стороны принимали участие. После чего французы из последних сил на англичан навалились и их победили. Но политического, стратегического значения, как вы догадываетесь, этот бой 30 никакого, естественно, не имел и не мог иметь. Надо сказать, что активно принимал участие в боевых действиях сын Эдуарда III, то есть сын английского короля Эдуард, который за цвет своих доспехов был прозван Черным Принцем. И он отличался действительно героизмом, храбростью. Он совершал очень жесткие грабительские набеги на центральные области Франции. И в 1356 году его войска были застегнуты французскими войсками близ Пуатье. Французы численно превосходили англичан, но вот здесь как раз сказался опыт выучка английских войск, которые, несмотря на то, что их было меньше, одержали победу. И становится очевидно, что одна из главных проблем как раз французов – это организация французского войска. Организация французского войска. Потому что король в тот период мог эффективно контролировать только свои войска. Так что Иоанн II терпит одно поражение за другим во время Столетней войны. На этом фоне начинается целая череда восстаний на территории Франции. Мы о них с вами поговорим уже в следующий раз. Сейчас я отмечу только одно, что заключается мирное соглашение. Заключается мирное соглашение. Мир в Бритиньи в 1360 году. И Англия получает порт Кале на севере, расширяет свои территории на юго-западе. И Франция, Англия расширяет свои территории на юго-западе. И Франция получает треть своих территорий. Лишается третьи своих территорий. Ну, а на этом мы с вами тогда закончим занятия. Второй, третий и четвертый этапы Столетней войны мы с вами разберем в следующий раз. Спасибо вам за участие в уроке, за ответы на вопросы. Если у вас есть вопросы, готов на них ответить. До свидания.